Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Добро пожаловать! Меня зовут Рик Реннер. Я очень рад, что вы проведете со мной время в изучении Божьего Слова. Я верю, что сегодня вы узнаете что-то новое. И начнем мы с 12 главы послания к евреям. Поговорим о том, как жить в мире со всеми людьми. И особенно с трудными людьми. А возможно, кто-то считает вас таким человеком. Так что не забывайте об этом. Мы узнаем, что Библия говорит о том, как жить в мире со всеми. А сейчас давайте откроем 12 главу евреям. Перечитаем стихи с 14 по 15 и вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз. Если вы не смотрели наши прошлые выпуски, вы сможете посмотреть их на нашем сайте. Мы говорили о том, как важно наблюдать за своим сердцем. Это очень важно. И поэтому я советую вам посмотреть наши прежние выпуски. Очень хорошо, когда человек умеет навести порядок в своем сердце и ладить со всеми людьми. Итак, в начале краткий обзор 14 стиха евреям 12.14. Здесь сказано «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Мы уже это проходили. Напомню, что эту программу можно посмотреть на нашем сайте. Она называется «Как жить в мире со всеми». А сегодня мы начнем с 15 стиха. Здесь сказано «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Давайте вкратце вспомним, что означают слова «наблюдайте». В прошлый раз мы узнали, что это греческое слово «эпископос». Это очень важно. Оно состоит из двух частей «эпи», что значит «над», и «скопос», «смотреть». От слова «скопос» произошли такие слова, как «телескоп» или «микроскоп», что переводится как «смотреть». Но в данном случае это слово «эпископос», где «эпи» означает «над», а «скопос» переводится как «смотреть». А вместе они означают «того, кто осуществляет надзор» или «ведет наблюдение». Кроме того, слово «скопос» означает, что он делает это очень пристально, очень внимательно. Можно сказать, что он курирует или осуществляет контрольную функцию. Кстати, слово «эпископос» также означает человека, наделенного управленческой ответственностью. Он надзиратель или смотритель. А поскольку он надзиратель, администратор, управляющий, то он несет ответственность за все происходящее под его началом. И если дела в его владениях идут хорошо, то в этом будет и его заслуга. А если все идет абы как, то в этом есть и его вина. Как епископ, куратор, управляющий, как руководитель и администратор, вы получаете и похвалу, и порицание. Все это очень важно в контексте данного стиха, потому что в 15 стихе 12 главы Евреям написано, что мы — епископы своих сердец. Я — епископ, вы — епископы, мы — епископы своих сердец. И мы несем за них личную ответственность. «Как бы сильно я не любил свою жену, но не она в ответе за мое сердце. И только я несу личную ответственность за свое сердце». Ваше сердце, ваше внутреннее состояние — это ваша ответственность. Это ваше сердце, ваш дух, ваша душа, и вы полностью отвечаете за то, что творится у вас в голове и сердце, и какие эмоции вы испытываете. Не вините других людей за то, чему вы позволили укорениться в своем сердце. Возможно, они и правда обошлись с вами несправедливо. Все может быть. Мне тоже причинили много зла. Такова жизнь. И пора уже к этому привыкнуть. Но на то, что происходит внутри меня, требуется мое разрешение. И только я могу впустить обиду и непрощение в свое сердце, когда я прокручиваю эти мысли и позволяю им обосноваться в моем разуме. Никто не виноват, если моя душа заросла сорняками. Здесь черным по белому написано, что Бог спросит с меня за мое внутреннее состояние, потому что я епископ своего сердца. Слово «епископос», переведенное как «наблюдайте», означает, что я должен подойти к этому с особенным старанием. Я обязан внимательно наблюдать за своим сердцем, тщательно контролировать свое сердце и эмоции, полностью отдавая себе отчет в том, что я отвечаю за то, что происходит внутри меня. И если я хорошо справляюсь со своими обязанностями, то честь мне и хвала, а если моя душа заросла сорняками, то с меня и спрос. Таким образом, 15 стих напоминает нам о личной ответственности. Мы в ответе за свое внутреннее состояние. Вот что означают эти слова, когда он говорит «наблюдайте». После чего он произносит такие удивительные слова. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей». Где слово «лишился» — это греческое слово «хустерос», что значит «испытывать недостаток». Это слово описывает того, кто имеет в чем-либо недостаток, в связи с чем он не в состоянии восполнить ту или иную нужду. Они не располагают необходимыми ресурсами, у них недостаточно сил и средств. Они испытывают недостаток того, что бы помогло им решить эту проблему и выйти из этой ситуации. А в нашем случае здесь сказано «усердно наблюдайте за своим сердцем», чтобы вам не лишиться благодати Божьей. Где слово «благодать» — это хорошо известное греческое слово «харис». Это очень простое слово. И я не знаю, зачем люди его усложняют и делают трудным для понимания. Это греческое слово «харис», которое описывает «подкрепляющее прикосновение», дающее нам способность исполнить то, что нам не по силам. Это подкрепляющее прикосновение, наделяющее нас способностью исполнить то, на что наших человеческих сил не хватает. А теперь давайте разберём его в контексте этого стиха. В 14 стихе автор увещевает нас жить в мире со всеми людьми. Возможно, у вас есть кто-то, с кем вы плохо ладите, постоянно ссоритесь, и вы не уверены, что мир между вами когда-нибудь наступит. Как вдруг на вас сходит Божья благодать, «харис», то самое подкрепляющее прикосновение, которое придаёт вам сил исполнить то, что вам не по силам. И в этот момент ваше мышление меняется, ваше отношение меняется, ваши желания меняются, и вместо того, чтобы обижаться на этого человека, происходит нечто невероятное, и вы вдруг понимаете, что вам хочется его простить, поговорить с этим человеком, и всё уладить. Это и есть то самое проявление благодати, которое побуждает вас принять решение и сделать нечто такое, чего вы сами никогда бы не сделали. Скорее всего, вы бы никогда не решились подойти к нему и попросить у него прощения. И вы бы никогда не сделали первый шаг к восстановлению отношений. Но под воздействием благодати вы нашли в себе силы сделать то, что раньше было вам не по силам. И теперь вы можете либо подчиниться этому побуждению и сделать это, или же вы можете его отвергнуть и таким образом лишиться благодати. Но как можно ее лишиться, если вы не будете с ней сотрудничать? А во второй главе Галатам Павел употребляет выражение «отвергнуть благодать». Когда Бог пытается вам помочь, а вы отвергаете Его помощь, отказываясь в этом участвовать. Во втором Коринфянам 6.1 Павел пишет, что вы можете принять благодать тщетно. Это греческое слово «кенос», означающее что-то бесполезное, потраченное зря. Когда Бог посылает благодать, но из-за того, что вы с ней не скооперировались, все зря, впустую. Она бесполезна и не может ничего сделать. А в 15 стихе мы читаем, что если вы отвергли благодать, которую Бог посылает вам в помощь, чтобы вы наладили отношения, что если вы отвергли ее и сказали «нет, я не буду этого делать, это слишком, я не пойду навстречу». Тем самым, отвергнув благодать, вы можете ее лишиться. «Где лишиться» — это греческое слово «хустерос», означающее, что вы испытываете дефицит, недостаток чего-либо, и не в состоянии справиться с этим сами. Так что, когда Бог предлагает вам свою благодать, лучше вам ее принять. Только она может помочь вам исполнить то, что вам не по силам. А если вы ее отвергли и решили действовать самостоятельно, у вас ничего не выйдет. Так что принимайте благодать. Потому что, если вы откажетесь, здесь черным по белому написано, что вас ждет. 15 стих. Здесь сказано. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей». И далее он говорит о последствиях отказа от благодати. «Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Как мы уже знаем, слово «корень» — это греческое слово «ридзо», описывающее корневую систему, уходящую глубоко в почву. И это прежде всего говорит о том, что горечь обиды — это неповерхностное чувство. Она может начаться с сущего пустяка. Но если вы позволите этому пустяку укорениться, он прорастет глубоко в ваше сердце, проникнет в ваши эмоции, в вашу душу, уходя корнями очень-очень глубоко. Библия называет это горьким корнем, где «горечь» — это греческое слово «пикрия», описывающее что-то очень горькое, противное, тошнотворное. Также слово «пикрия» описывает саркастичного, озлобленного, раздражительного человека. А вам когда-нибудь доводилось общаться с таким человеком? Он всё критикует. Недоверчивый, циничный, ехидный, язвительный. Он ко всему относится с сарказмом. И здесь мы видим, что горький корень делает человека саркастичным, неприятным, раздражительным и мрачным. В Библии сказано, чтобы какой горький корень. И смотрите дальше. «Возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Заметьте, что здесь написано «возникнув». Мне это нравится. Это греческое слово «пуа», описывающее небольшое растение, которое только начинает пускать ростки. Это росток, который лишь пробивается сквозь почву. Я помню, что в детстве я очень любил сажать разные семена на нашем огороде. И я каждый день бегал смотреть, не выросло ли что-нибудь. И очень радовался, когда после долгого ожидания замечал крохотный росток, который начинает пробиваться сквозь почву. «Для меня это был верный признак того, что моё семечко растёт». Точно так же. Если в вашем сердце есть горький корень, вы узнаете об этом по внешним признакам. Это будет видно в ваших мыслях и словах. Другими словами, горький корень никогда не растёт в тишине. Он всегда вылезает наружу и начинает проявляться. И первое, где он чаще всего проявляется, это наше мышление. А потом, всё это находит своё отражение и в наших словах, в том, что и как мы говорим. Иисус сказал, «От избытка сердца говорят уста». Согласно этим словам Иисуса, нетрудно догадаться, что у человека в сердце. Достаточно послушать, что он говорит. Ваши слова — это отражение вашего сердца. Очевидно, что я больше всего люблю то, о чём я больше всего говорю. И если я чем-то расстроен, вы об этом узнаете, потому что я вам об этом скажу. Если у меня на сердце мир, то и мои слова будут исполнены мира. А если у меня на душе неспокойно, то вы об этом узнаете из моих слов. Ваши слова — это отражение вашего сердца. И так будет всегда. Так что и вам пойдёт на пользу спросить себя, о чём я больше всего говорю. Ваши слова отражают состояние вашего сердца. Позвольте узнать, на основании того, о чём вы говорите, чем наполнено ваше сердце. Потому что ваше уста — это зеркало вашей души. И это именно то, о чём говорил Иисус. Если вы исполнены горечи и сарказма, то это неизбежно проявится в ваших словах. И если на первых порах это всего лишь редкая поросль, которая едва проклюнулась, например, вы что-то сказали. А быть может, вам даже удастся взять себя в руки и сказать себе, «Не буду говорить так, надо следить за языком». Однако сам факт того, что вы позволяете себе подобные крамольные речи, уже говорит о том, что где-то в глубине души сидит горькое семя, которое вот-вот принесёт свои плоды. Вот о чём здесь говорится. Если вы об этом говорите, если вы позволяете себе негативно отзываться о другом человеке, это указывает на то, что в вашем сердце находится горькое семя, которое начинает приносить горькие плоды. И вместо того, чтобы позволить этому крохотному семени превратиться в огромные, безобразные заросли, прислушайтесь к своим словам. И как только вы поймёте, что говорите совершенно неподобающие вещи, самое время осознать, что у вас есть горький корень. Иначе вы бы так не говорили. Покайтесь перед Богом. Тем самым вы удалите горький корень из своего сердца и освободитесь от этого безобразного корня. Это Божья воля для вашей жизни. А если этого не сделать, послушайте, к чему это приводит. Здесь всё очень понятно написано. Библия говорит, «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув в тот момент, когда он начинает проявляться в ваших словах, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Причинять вред — это греческое слово «эноклео». Это удивительное слово, означающее человека, которого постоянно изнуряют, беспокоят и изводят собственные мысли, которые неотступно следуют за ним по пятам, не давая покоя. Эта мысль преследует, докучает, утомляя и донимая вас. Это то, что вас мучает. Это указывает на то, что если какой-то человек огорчает или раздражает вас, то это будет всё больше разрастаться внутри вас, проявляясь в ваших словах, а со временем начнёт контролировать ваши мысли и управлять эмоциями. Мысли об этом человеке отравят вам жизнь. Причём чаще всего ваш обидчик даже не подозревает о том, что вас обидел. Вам это знакомо? Вспомните те моменты, когда вы узнали, что вы кого-то обидели. А вы сделали это специально? Нет. Более того, это стало для вас полной неожиданностью, как и то, каким образом человек интерпретировал ваши слова, хотя вы совсем не это имели в виду. Ну и что? Ведь главное, как он это понял. И он обиделся на вас. А вы даже не подозревали об этом. Вы понятия не имеете, что кого-то обидели. Время от времени мы все оказываемся в схожей ситуации. И может статься, что ваш обидчик не знает, что он вас обидел, как и то, на что вы обиделись. Но мысль об этом не даёт вам покоя. Почему он это сделал? Почему он этого не сделал? Почему он это сказал? Почему он не сказал? До тех пор, пока вы не отдадите свои переживания Господу, а это самое лучшее, что вы можете сделать, эти мысли будут докучать вам. Или, как здесь написано, они будут преследовать, изводить и донимать вас, заставляя вас думать об этом человеке, когда вы засыпаете и когда просыпаетесь. Всякий раз, когда в вашей жизни наступает затишье, в голову тут же лезут мысли об этом человеке. они буквально преследуют вас по пятам. Вот о чём здесь говорится. И, друзья, это не Божья воля для вашей жизни. Зачем доводить себя до такого состояния? Это неразумно. И нет никакой пользы в вашем отношении. Бог хочет, чтобы вы были выше этого. А в продолжении стиха говорится, что это навредит вам, и что через это многие осквернятся. Где «оскверниться» — это греческое слово, означающее «запятнать», «запачкать», а в данном случае «осквернить». Приведу пример. Предположим, вы пришли в гости к другу, а у него дома постелен белый ковёр. Вы взяли стакан виноградного сока, споткнулись и уронили стакан, и спачкали ковёр. И теперь на ковре осталось пятно. Можно сказать, что вы испортили ковёр. А поскольку это пятно от виноградного сока, то его очень трудно вывести. А с белого ковра особенно. И вы можете его тереть, 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 но следы всё равно останутся. И даже если этот человек простит вас за то, что вы случайно поставили на ковёр пятно и испортили новую вещь, но и после вашего ухода, всякий раз, глядя на это пятно, он будет вспоминать вас. И тот день, когда вы нечаянно, может быть, ненароком или полегкомыслию, испортили ковёр, это пятно будет постоянно напоминать о случившемся. И это именно то, что означает слово «оскверниться». Послание к евреям 12.15. А вот что будет дальше. Вы готовы? Если вы исполнены внутренней горечи, то это неизбежно проявится в ваших словах и выплеснется наружу. Это как раз то, о чём здесь и говорится. Вам это докучает, не даёт покоя, вы огорчены, и вы только об этом и говорите. Ваше огорчение проявляется в ваших словах, занимает ваши мысли, не даёт покоя, изводит, неотступно преследует. Эти мысли роятся у вас в голове. А что у вас на уме, то и на языке. И вы не можете об этом молчать. Но стоит вам заговорить, что происходит. Это негативно сказывается на окружающих. Вы, окружающие, подобны белому ковру, а вы своими гадкими, жестокими, недобрыми словами оставляете грязные пятна на их душе, отравляя их своим мнением, которое, во-первых, никому не пошло на пользу, а возможно, что вы и не правы, но ваши слова оставили неизгладимый след в душах слушателей. Приведу пример. Представьте себе человека, который посещает вашу церковь. Он пришел в церковь, принял спасение. В церкви его жизнь преобразилась. Он любит свою церковь, уважает своего пастора. Он любит пастора, любит, как тот проповедует. Он подчиняется власти пастора. Ему все нравится. Они всей семьей ходят в церковь, вместе сидят, вместе поклоняются Богу. Приходя домой, они разговаривают о церкви, о пасторе. Им все здесь нравится. Они за все благодарны. Все замечательно. Но однажды пастор сделал что-то такое, чем не оправдал завышенных ожиданий этого человека. Что ж, бывает. Пасторы тоже люди. И это нормально. Не стоит предъявлять к пастору более высокие требования, чем к себе. Он тоже человек. И бывают моменты, когда он может повести себя не совсем так, как бы вам этого хотелось. Предположим, этот человек, отец семейства, испытал жестокое разочарование и обиделся на своего пастора. Слово «обида», об этом мы более подробно поговорим в нашей следующей программе, это греческое слово «скандилос», что можно перевести как «споткнуться». И откуда пошло слово «скандал»? Чаще всего люди обижаются по двум основным причинам. Они обижаются на то, что кто-то что-то им сказал или сделал, либо на то, что кто-то что-то им не сказал и не сделал. Все обиды в мире можно условно разделить на две категории. Это либо действие, либо бездействие, потому что кто-то что-то сделал или, наоборот, не сделал. Как правило, люди обижаются по этим двум причинам. И этот человек, отец семейства, обиделся на своего пастора. И вместо того, чтобы подойти к этому со всей ответственностью и сказать «Господь, прости меня за то, что я обиделся», он тоже человек, и я не должен обижаться на такие мелочи. Эта обида начинает разрастаться в его душе. И теперь, вместо того, чтобы сесть за стол и поговорить о том, какая замечательная у них церковь, и как сильно они любят своего пастора, в его словах сквозит обида. И он начинает говорить о том, что ему разонравилась эта церковь, и что, по-видимому, она не такая уж и хорошая, как они думали. Его слова пронизаны обидой. Проблема в том, что за столом дети, и они все слышат. И если раньше его детям нравилось ходить в церковь, как и должно быть, и они думали, что у них замечательный пастор, как и должно быть, и что лучшего места не найти, и это то, чему мы должны учить своих детей, то теперь отец семейства поливает церковь грязью, и своим негативом он начинает осквернять свою семью. И это именно то, о чем говорится в 15 стихе. Своими словами он оскверняет своих детей, и теперь уже его дети питают такие же горькие чувства по отношению к своей церкви и к пастору, что и он. Они берут пример со своего отца. Он оставил в их душе грязные следы. Они заразились его отношением. Или, как написано в 15 стихе, он осквернил их. И теперь та духовная проблема, которая есть у отца, передалась его детям. И его дети, которые совсем недавно любили свою церковь, не хотят туда идти, потому что там одни лицемеры. Они не хотят слушать пастора, потому что он не тот, за кого себя выдает. И теперь у детей та же проблема, что и у отца. Вот как это обычно бывает. Рано или поздно отец семейства исправит свою ошибку. Он покается перед Богом и даже подойдет к пастору и попросит у него прощения. Тем самым он исправит свое сердце. Но дело в том, что теперь это общая проблема, которая затрагивает всю семью. Его дети заразились его отношением, и теперь он свободен, у него все хорошо, но его дети обижены на церковь. Как так вышло? Вместо того, чтобы упасть на колени перед Богом и попросить Святого Духа очистить его сердце от горечи, отец семейства впустил обиду в свое сердце. И этот горький корень осквернил многих, как написано в 15 стихе 12 главы Послания к Евреям, где ясно говорится о том, что случится с вами, если вы не уследите и не наведете порядок в своем сердце. Подумайте о своих словах. Подумайте о том, как часто вы смотрите на людей через призму чужих мнений, причем часто ошибочных. Но теперь каждый раз в виде этого человека вы вспоминаете все то, что вам про него наговорили, потому что вы осквернены, покрыты грязными пятнами. Чьи-то слова бросили тень на ваше представление о них. Наши слова несут либо поезу, либо вред, а мы несем ответственность за свои слова. Что вы такое говорите, что отрицательно сказывается на ваших детях, на друзьях, отравляя ваши отношения. Какой грязный след вы оставляете в их душе? А быть может, наоборот, ваши слова доставляют благодать слушателям. Мы должны тщательно следить за своим сердцем, чтобы при первых признаках огорчения мы могли покаяться и избавиться от обиды и горечи. А в следующий раз мы более подробно поговорим о том, как это сделать. Как покаяться так, чтобы своим покаянием удалить корень горечи из своего сердца и освободиться от него. Это будет плодотворно. А наше время истекло. Но прежде чем закончить, я хочу вам напомнить, что если вы нуждаетесь в молитве, мы здесь ради вас. В нашем служении мы верим в силу молитвы. И если вы свяжетесь с нами по адресу на ваших экранах, можете быть уверены, что мы будем молиться за вас. А в заключении напомню слова Экклесиаста 8.4. Где слово царя, там власть. И пусть Божье слово высвободит свою силу в вашу жизнь сегодня. Увидимся в следующей программе. Всегда ли вы получаете ответы на молитвы? Растете ли вы духовно? Становятся ли ваши отношения с Богом все крепче и глубже? Если ваш ответ нет, то, возможно, причина тому ваше затаенное обида. Из книги Денис Реннер «Дар прощения» вы узнаете о том, к чему может привести нежелание простить и как важно прощать обидчиков сразу же. Прощение это единственный ключ, открывающий дверь к свободе из плена обид. Бесплатно скачайте ее сегодня на нашем сайте ignc.org и эта книга станет вашей. Здравствуйте, меня зовут Джоу Реннер. Я хочу поблагодарить всех партнеров нашего служения. Ваша поддержка помогает нам распространять Божье слово. Сегодня церковь и общество все дальше отходят от библейского учения и все больше полагаются на мотивационные источники. Многие люди читают книги по саморазвитию, обходя стороной Библии или же относятся к ней как к очередному справочному пособию. Однако мы должны строить свою жизнь на том, что говорит Библия. Писание является словом самого Бога и единственной истиной среди религий мира. И мы стремимся к тому, чтобы каждый человек строил свою жизнь на слове Божьем. На протяжении десятилетий поддержка наших партнеров помогла нам открыть много новых церквей. В нашей церкви мы делимся достоверным учением на основании Библии как единственного источника истины. В 105 стихе 118 главы книги Псалмов Слово Божье названо «Светильником в ноге и светом в стезе нашей». Мы должны всегда помнить об этом, если мы хотим пройти свой жизненный путь во свете. Мы развиваем интернет-церковь, чтобы наши служения могли смотреть люди в разных городах мира, распространяя Божье Слово по всему лицу земли. Мы приглашаем вас стать нашим партнером и помочь нам нести библейское пробуждение все большему числу людей в вашей стране и по всему миру. Мы здесь, чтобы исполнить наши видения, донести Евангелие Христа до ближайшего окружения и даже до краев земли. И ваша поддержка очень важна для нас. Каждый из нас делает свою часть. Прямо сейчас, не выходя из дома, вы можете стать нашим партнером и посеять наше служение, ведь помогая нам, вы помогаете другим. свяжитесь с нами, зайдя на сайт ignc.org. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране, а также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова